У нас в гостях Юлия Мишарина, кухар ведичный, и ранок треба распочинать правильно, тому мы его запросим. Доброе утро, Юлия. Доброе утро. Так, давайте мы сейчас расскажем, что мы будем готовить. Мы начинаем готовиться к Новому году, уже заранее, поэтому научимся готовить вегетарианскую шубу. Это очень интересно, на самом деле, мне кажется, просто рушит все стандарты и границы. Мне вообще трудно представить о том, как шуба может быть вегетарианская. Что же в нее входит? В нее входит стандартный набор овощей, то есть я их уже отварила, это свекла, морковка и картошка. Для того, чтобы заменить рыбный вкус, вкус селедки, мы используем два ингредиента. Первый – это нори. Нори – это морские водоросли прессованные, сушеные. Либо мы используем морскую капусту. Я взяла и то, и то. Сейчас мы можем ее собирать потихонечку. Вместо майонеза мы сделаем, мы с вами делали в прошлый раз майонез, это был веганский, сейчас мы сделаем майонез со сметаной. У меня будет эксперимент. Обычно я делаю шубу в такой вот форме, разъемной, потом поднимаю форму и остается красивая форма. Но в этот раз я решила проэкспериментировать с вами и сделать шубу-перевертыш. То есть мы будем кладывать слои сюда, а потом перевернем, и должна быть, предполагается, что она будет, это красивая форма шубы. Это интрига, это интрига, что получится. Я предлагаю уже приступить. Давайте мы сначала смажем эту форму маслом немножко, для того, чтобы потом наша шуба легче вышла. А вегетарианцы вообще классифицируют себя по-разному. Есть вегетарианцы, которые не едят, например, мясо, но предпочтают рыбу. Есть вегетарианцы, которые не едят абсолютно, и рыбу тоже. А ведическая культура что подразумевает? То есть что вы едите, что предпочитаете, что нет? Ну, мы называемся как бы строгие вегетарианцы, то есть мы не едим рыбу, мясо и яйца. Потому что яйца – это тоже животный продукт. Так, сейчас мы натираем бурячок. То есть поскольку бурячок должен быть сверху в шубе, то сейчас мы выкладываем первый слой именно в бурячку. Боже, мне кажется, или я вижу пар? Все, может быть. Ладно, может быть, у меня какая-то иллюзия. Хорошо, а по поводу молочных продуктов, вы их потребляете пищей или нет? Да, да, вот здесь видите сыр и сметанка будет. То есть любые молочные продукты. Конечно, сейчас также молочные продукты, то есть если коровы содержатся на бой, ну, на фермах молочных, то над ними также, ну, как бы тяжело, ну, жестоко с ними обращаются. Но если покупать там у знакомых бабушек или шелку, вот это в принципе молочные продукты, они не являются продуктом насилия, они очень хорошие, они полны белка, полны нужных, ну, нужных человеку ингредиентов, полезных, поэтому мы их используем смело. То есть продукция животных, которые идут на убой, которые не идут на убой, то есть она отличается, правильно? Да, то есть наша, как бы, культура, она подразумевает, что животные, они также имеют душу, да, и животные, они испытывают чувства. Поэтому корова, например, если она просто живет где-то в домике, ну, то есть у себя или на небольшой какой-то ферме, они хорошо заботятся, то она не испытывает страха, она не чувствует, что ее убьют, да, то есть она чувствует заботу. Поэтому ее, ну, то есть эти продукты, они, в принципе, они, ну, в благости, можно сказать. Так, мы уже, да, так скажем, наш бурячок. Вот, выкладываем такой первый слой у нас. Хорошо, у нас появился первый корж из буряка. Первый слой, да. Я предлагаю сделать майонез просто из сметаны. Для тех, кто, может быть, не любит где много масла. Мы добавляем туда соль, либо какие-то специи. Сейчас мы будем его делать. Смотрите, вот я взяла сметанку. Туда мы добавляем растительное масло. Специи по вкусу. Также очень важно для майонеза горчичный порошок. Вот, он придает такой вкус, вот, как настоящий майонез. Можно где-то столовую ложечку. У меня здесь где-то 250 миллилитров сметаны. А теперь что вы добавляете? Это соль. Соль, просто соль. У нас все руки в свекле. Мы можем вам помочь, я могу тоже испачивать руки. Я предлагаю тебе полностью поучаствовать. Полностью что? Поучаствовать. Я могу. Вы можете натирать морковку. Я закатываю рукава. Все очень серьезно, Юлия. Смотрите. Вы можете натирать морковку и картошку. Я добавляю сейчас перец черный. То есть майонез это самая такая основная заправка к этому салату, поэтому он должен быть насыщенный, вкусный. Держите морковку. Я возьму с парковки. Вон подставочка. Так, отлично. Сережа. Добавляю кориандр. По количеству кориандра сколько мы добавляем? По вкусу. Обычно это столовая ложка, но можно больше, можно меньше. А это что-то нравится. Это прованские травы. И куркума. Куркума это такая желтенькая специя, она не имеет почти вкуса, но она добавляет цвет. Также она очень полезная, она очищает кровь, она очищает тело от токсинов. Активнее, активнее трем. Что такое за... Татьяна, я в глазах... Так, все, теперь мы это все перемешиваем. Ты отвлекаешься. Может мне хочется успеть все, и посмотреть, и натирать морковку. Так, мы аккуратненько смешиваем это все. Ну, можно ложечкой, можно миксером, например, можно блендером, но в принципе сметанкой ее не нужно особо сливать. Такое получается ароматное. Также можно использовать черную соль. Вы знаете, что черная соль, она полезная, во-первых. Во-вторых, она придает такой запах яйца. Что для майонеза будет очень неплохо. Да, для майонеза очень хорошо. Кстати, я недавно попробовал черную соль, она действительно по вкусу, как куриное яйцо. Это правда. Да, да, и запах у нее такой сероводородный. Все, мы сделали наш майонез. Теперь нам нужно смазывать, да, наш первый соль. Да, сейчас мы его смажем. Юля, я хорошо справляюсь, да? Очень хорошо. Вот видишь, Таня, все хорошо. Еще две морковочки лежат, ничего не знаю. Ничего не знаю, сейчас ты увидишь. Ты увидишь, как работает профессионал. Мы смазываем наш бурячок, вот так вот, показать нашим телезрителем, как мы его смазываем. Я думаю, это несложная часть. Кстати, у нас в городе есть фермы, на которых выращивают животных именно не на убой. Коров. В городе? Ну, в области, не знаю. В области, да. В области, да. Вот, можете рассказать о них? Вы на них были? Ну, они выкупают даже старых коров, даже каких-то больных коров. Они их просто выкупают, чтобы о них заботиться. Таким образом, ну, то есть, получается, что если ты, ну, корову любишь, когда она дает молоко, а потом ты ее убиваешь, то на самом деле это очень эгоистично, и, ну, люди, они не должны так поступать. Вот поэтому они заботятся о всех коровах. Давайте мы посмотрим. Так, ну, что там с нашей морковочкой? Ну, нормально получилось, неплохо, да? Так, теперь следующий слой мы выкладываем из морковочки. Да. Вот, также можно использовать сыр. Любой я взяла адыгейский сыр, это мой самый любимый сыр. Вот. Сейчас мы его тоже натрем. А вот эти специи, которые вы принесли, это все можно купить у нас в городе? В любом магазине на рынке продается большинство специй, да. В таких, в пакетиках, кто-то на развес заказывает, можно по интернету заказать, но, в принципе, большинство специй, они продаются у нас в городе. Так, Сергей, я вас попрошу тереть сыр. О, спасибо. Какое ответственное тебе задание. Мы продолжаем, я так понимаю, смазывать. Теперь делаем еще один слой. Хорошо. А я опять же про эту ферму. У меня был такой стереотип, что в Украине не развито вегетарианство, и, ну, более оно такое целое. Поэтому, когда я узнал, что у нас в области есть такие фермы, где выращивают не на убой, и выкупают даже старых коров, и не ставят, я так понял, в приоритете заработок. Да. Да, но я слышал еще также, что там очень много продаются полезных вещей. Они делают очень хорошие, мы, то есть у них мыловарение, они делают мыло, они делают разные шампуни, кремчики. И это на основе молока, я так понимаю? На основе масла сливочного, на основе специй, на основе разных, ну, разных, ну, именно полезных, на основе трав, на основе эфирных масел. То есть это все очень, ну, натуральные такие ингредиенты. Они делают очень полезную косметику. Конечно, она без никаких консервантов, поэтому она долго не стоит в холодильнике. Ее нужно быстренько использовать, но она очень хорошая. Вот у меня у самой есть, нам на свадьбу подарили. Поэтому, да, можно, можно даже и так, то есть те, кто любят... Так, что там с нашим сырком? Татьяна, все просто потрясающе. Посмотри. Я вижу, что можно положить у нори. То есть нори, он такой, видите, плюс. Мы его выкладываем прямо здесь. Да, мы выкладываем слой, да. Он сейчас сухой, но когда он пропитается, он будет такой очень-очень ароматный, очень вкусный. А нори больше для вкуса или он держит форму? Нет, нет, он просто для вкуса. Это водоросли такие. Я знаю, что в вегетарианской кухне нори применяется также для определенной имитации, так скажем, рыбного вкуса. Да, да. Вот. И так как шуба все-таки классический рецепт идет с селедкой, то фактически нори мы имитируем нашу селедку. Да, и не только нори, мы также имитируем водорослями обычными. Потому что нори, во-первых, она достаточно дорогое. Так, теперь сырок, прямо на нори выкладываем. Да. В принципе, последовательно слоев она достаточно произвольна. То есть можно как вам... Я думаю, еще стоит заметить, что... Как фантазия сегодня работает? Да. Татьяна, вы заметили, как сыр хорошо? Что мы ей используем? Да, он очень плотненько, так я смотрю, складывается. Да, прекрасно, да, то есть видно рукомастера. Любой сырь можно, на самом деле, брать. Но сыры тоже, они бывают вегетарианские, они бывают невегетарианские. Поэтому кто строгий вегетарианец, он может... Ну, то есть найти вегетарианский сыр. Сырок мы тоже смазываем? Или же будем... Да, мы сейчас смажем его. Юля, а вот все невегетарианцы, я тоже сам невегетарианец, их любимая песня, это почему нельзя жить без мяса, а как же аминокислоты? Вы не забывайте про аминокислоты, как же мы будем жить... Незаменимые аминокислоты. Юля, вот может быть, вы можете дать комментарии по этому поводу? Как вы живете без этих аминокислот? Ну, хорошо живу. Более того, ну, то есть я вегетарианка 6 лет, у меня есть подруги, которые с рождения вегетарианца. То есть их родители, они были, они их так же, то есть не кормили этой пищей, и они гораздо здоровее меня, они красивее, они, ну, то есть какие-то они, ну, там девочки из танцовщицы, они спортсменки, они еще, то есть, ну, абсолютно развитые, абсолютно здоровые девочки, умные, красивые. Дело в том, что отсутствие аминокислот в организме влияет на плохую регенерацию и также самовосстановление. Если человек спортсмен, в действительности ли ему хватает тех витаминов, которые он получает с вегетарианской. Зависит от того, какую диету ты выбираешь. Если ты вегетарианец, ты просто ешь картошку и капусту с утра до вечера, конечно, через год у тебя выпадут зубы, у тебя выпадут волосы, будут разные, то есть кости могут, ну, то есть не обязательно все выпадет через год, но я утрирую, то есть это зависит. Так, сейчас мы смазали наш сырок и мы выкладываем капусту морскую. По поводу спортсменов, у нас есть город Дегуменный, это, ну, у него чемпион, он чемпион мира по всяким, по флажкам, он занимается воркаутом, ты, наверное, Татьяна, слышала о нем. Да, конечно. И он уже, что такое воркаут? Да, что это? Ну, гимнастика на брусьях, вот. И он уже больше шести лет вегетарианец. А Майк Тайсон, кстати, тоже вегетарианец уже много лет. Многие спортсмены, если ты ешь бобы, то есть горошек, там, чечевицу, еще что-то, нут, нагут, то, в принципе, этого хватает, то есть там достаточно и белка, и железа, и все, если ты ешь зерновые так же. То есть, в принципе, не то, что я пропагандирую, что все сейчас должны стать вегетарианцами, но если человек хочет, то это не страшно, можно не бояться, ну, есть достаточно въезд, которые могут... То есть, есть большое количество компромиссов в домере по питанию? Даже, например, морская капуста, в ней очень много йода, очень много железа, очень, ну, морсмолочные продукты, вот тот же панир, да, очень-очень богат. Вот он заменяет мясо, практически, и по вкусу, если его пожарят, и заменяет мясо по... ну, по белковости, да. А картошечка наша, это будет последний слой. Что там наша картошечка? Картошка у нас потрясающая. Да, она готова уже? Она готова полностью. Хорошо, я использую весь моё мясо. Потрясающе. Это будет сейчас последний слой, это картошка, правильно? И мы будем уже переворачивать нашу шубу. Попробуем, попробуем перевернуть. То есть, это... Юля, это первый раз, да? Да, это я так придумала с утра, потому что моя форма, она слишком большая, и было бы неудобно его не сесть. Хорошо, это будет как минимум интересно. Да, мне тоже интересно. Хорошо, аккуратно выкладываем. Последний слой мы выкладываем картошкой, вот, плотненько так прижимаем, я смотрю. Делаем слой. Конечно, в идеале лучше, чтобы сначала напиталась, то есть пропиталась. И сколько должна пропитываться? Несколько часов, можно на ночь оставить. Ну, с чем-то того, что её можно оставить после того, как она перевернётся, она также может пропитаться, только в обратную сторону. Плотнее она будет, если она сейчас пропитается. Так, ну, ничего. Также, ну, на Новый год лучше не готовить вечером, вот прям вот в вечер. То есть, такие блюда, их можно приготовить с вечера впрок. И быть спокойнее в саму новогоднюю ночь, чтобы... Мы так утаптываем нашу шубу. Так, сейчас будет момент истины. Момент истины. Момент истины. Эту систему я использую для всех перевёртышей, то есть для всех пирогов, которые нужно перевёртышей. Мы прикираем нашу досточку. Потому что мы воспитанные люди. Так, хорошо. И прижимаем, вот так вот. Сейчас попробуем. Так, я задерживаю дыхание. Оп. Я думаю, нужно немножечко простучать. Да, сверху. И брюки превращаются. Ну, потихонечку наши. Ну что ж, эксперимент не удался. Не хотите его доставать, да? Смотрите, она вышла наполовину только. И она вышла наполовину. То есть, частично. Я предлагаю её... О, потрясающе! Мы это сделали. Он просто немножко опоздал. Так, сейчас. Этот слой. Мы это сделали. Боже, это красиво. То есть, если бы она постояла за ростом, они друг с другом бы все слои подружились, соединились, тогда было бы лучше. Ну что ж, я хочу сказать, довольно-таки симпатично выглядит наша шутка. Сейчас мы ещё сверху смажем. Ого, хорошо. Оставшимся. А по поводу вегетарианской диеты, почему люди не хотят это пробовать или у них упырать же на думке, если украинскому, по-украинскому. Они не знают, чем, да, предосудки, они не знают, чем заменить мясо. Вот бобовые, хорошо. А кроме бобовых, что ещё? Овощные продукты, овощи, фрукты, зерно, то есть пшеница, например, она очень богата разными элементами, которые могут заменить эту диету. Можно читать, сейчас, ну, это достаточно популярная диета, много звёзд, много спортсменов, они вегетарианцы. Вот, или веганы, это тоже очень модно сейчас. Даже без молочных продуктов, я не знаю как, но люди живут хорошо. И они достаточно здоровые, они сильные, они выносливые, более того. То есть есть много вариантов, как, надо просто это изучать. Если ты хочешь, ты будешь что-то изучать. Юлия, вы не считаете, что вегетарианская диета есть, которая некоторым людям подходит, а некоторым не подходит? Или всё-таки, вот, мне такое интересное. Я читал, опять же, британские учёные выяснили, что определённому менталитету подходит вегетарианская диета, всё зависит от того, где ты родился. А одним не подходит. Но если ты живёшь где-то на Дальнем Севере, на каком-то, где ничего нету, в принципе, кроме там, я не знаю, что там есть олени, лососят и что-то такое, то, конечно, ну, тебе придётся. В условиях сильного холода очень тяжело без настоящего белка. И плюс там ничего другого и нету, там ничего не растёт. Но в наших условиях это достаточно возможно. Я могу сказать, что разница лишь в том, что если ты какой-то, ну, большой человек, да, спортсмен, тебе нужно больше. Тебе нужно больше белка, тебе нужно больше кушать, тебе нужно чаще кушать. То есть во всём нужно забивать пропорцию. Да, пропорции. Но, в принципе, те же зернобобовые, те же молочные продукты, если их, ну, правильно совмещать, правильно готовить, даже с правильными специями, то можно удовлетворить даже большого дядю, большого спортсмена. Большого дядя. Ну, что ж, наша шубка уже готова, я хочу сказать. Конечно, так она получилась, да. Вот. Очень интересно выглядит, на самом деле, и эксперимент, хоть мы и переживали, но всё-таки удался. Да. По-моему, да, по-моему, получилось очень хорошо. Можно разрезать даже, я думаю, и показать срез. Давайте, мы это сделаем. Очень выглядит симпатично изнутри. Вот так вот наша шубка выглядит внутри. Да, вот. Неплохо. Ну, что ж, Юли, спасибо. Спасибо большое за такой классный рецепт, на самом деле. Я думаю, что все, кто сейчас нас смотрели, возьмут себе его во внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!